Йоу-йоу-йоу! Привет, я на Филиппинах. Ребятки, открывается новый сезон. Теперь будем смотреть Филиппины. Острова разные. Сейчас я на острове Негрос. Это город Думагетти. Позади меня кафедральный собор, кофеек. Ну и, конечно же, мой привет. Подписывайся, если не подписался. Надеюсь, этот сезон на Филиппинах будет жарче, чем в прошлом году. А я взял в Селлен-Элевене треугольничек филиппинский кофеек. Пойду сейчас досижу, короче, до чекаута. Ну, выселюсь. Одну ночь здесь переночевал. Ну, в принципе, нормальный номер. Где-то мне 17 долларов обошлось. Здесь делать нечего, только если взять девочку и поехать куда-нибудь на пляж там. Пожить несколько дней, что, собственно, я и сделаю. Давайте, до скорых встреч. Вообще, здесь на Филиппинах очень плохо развит общепит. Я имею в виду, вы здесь не встретите через каждый метр, как во Вьетнаме или в Таиланде, допустим, еду. Вот я здесь вообще только могу заметить, знаете, это вот курица сделанная такая, знаете, во фритюре. И это свинина. Вот они на развес продают для местных жителей. Вот рис, свинина и курица. Вот жарят шашлычки и все такое. Поэтому здесь вот реально напряг с этими вещами. Поэтому сюда приезжать не за едой на Филиппинах, а за девочками. Ну и на острова, там красивое море, например. Сейчас вот, кстати, я пришел на море. Давай посмотрим. О! Походу, это какая-то набережная лысая. Пальмы засаженные. Там он какой-то идет, по-моему, то ли корабль, паром, переход. Походу, здесь такая, знаете, атмосфера реальная, пустыня. Ну, комфортно, немноголюдно, никого нет. Можно вот так вот прийти, посмотреть. Думал, здесь какой-то ресторанчик, может, кафе есть. Но нету нихрена здесь. Вон там какие-то есть, вон комки. Сейчас посмотрим, что за море здесь. Да, море, конечно, я вам скажу, обычное портовое. Грязное. Купаться однозначно здесь нельзя. Здесь пляжей нет, надо на юг ехать. Я вот сейчас поеду туда через полтора часа. Поэтому сюда, наверное, только приезжать нужно, я это говорю, за девочками. И дальше уже путешествовать, направляться по Филиппинам. Нашел все-таки здесь кафе. Очень сложно здесь найти. Во-первых, здесь не развето походу общепит, ресторанчики, ребята. На ус надо нам дать. Здесь вот реально можно замутить, как вводим бизнес. Кафешку, не знаю, какую-то аутентичную. А если еще русское кафе открыть для топи. Многие, если еще удаленщики работают, живут, допустим. Заказал себе что-то свининку с рисом. Принесли какой-то чаек еще, вот какой-то инвайт. Просто добавь воды. Вот такие здесь заведения на редкость. И обратите внимание, стол такой, знаете, как барный стол. Вот у них стулья. Они, как правило, не любители так прям вот обедать, там, не знаю, там, завтракать, ужинать. Такого у них нету. Они либо вот пивасик побухать, ну, и так перекусить там курочку или свининку. Здесь на Филиппинах разведелся вот такой транспорт. Короче, смотрят на меня, все думают, кто это с телефоном. Направляю сейчас провинцию на юг. Там пляжи нормальные, говорят, хорошие. Дауин называется. Проезд стоит 25 песен. Девчонки симпатичные. Кто-то в масках. Вот так сейчас набилась коробочка. Одним словом. Ребят, ставим лайки. Стоянка байков. Наверное, я пришел по адресу. Вон, видно море. С первого взгляда, если кто-то первый раз здесь на Филиппинах, да, конечно, можно быть в шоке. А с другой стороны, мне вот это все прикалывает. Ну, такой, знаете, вот по-простому. А-ля остров. Хай! Ха-ха! Смотрите, девчата здесь улыбаются. О, базара нет. Базар тебе нужен. Сели, как обычно. Пузырек у них, все дела тут. Сейчас музыка может мне забанить потом. Да, конечно, это не пляж Пхукета и не какой-нибудь там, не знаю, блядь, Пипидон. Но все равно какой-то есть вайп, можно потусоваться здесь, покупаться туда дальше пойти, вон по дальше, где здесь нет местных. А так, в принципе, местечко нормальное, вон там еще больше купаются людей, так что подписывайся, еще много мест всяких здесь будет, интересно. Ну что, мои дорогие, смотрим филиппинский курорт города Думагетти, что на востоке острова Негрос. Вот, что делают в воскресенье филиппинцы после работы? Приезжают, смотрите, вон даже статив поставили, снимают это, наверное, на YouTube. О, там, смотри, можно в кафе что-нибудь купить, в водичке. Вода так себе, какая-то хрень там черная прилипает, не знаю, блядь, вот у меня покупался, на теле какие-то следы остались. Песок, честно сказать, пойдет, тоже какой-то черный. Наверное, скорее всего, эти, пески эти, как называются эти, не забыл, напишите комментарий. Магнитные пески или что-то мои. Вроде говорят, это место такое, как, знаете, лечебное. Они сюда приезжают, вот в этом песке, валяются и исцеляются. Сейчас туда вон еще сгоняем, посмотрим. Оказывается, не только наши дети роют ямы на Пхукете. Также и филиппинские пацаны что-то там роют яму. О! На Панглаве я тоже, когда был в прошлом году, роликах, кстати, на канале полно про Филиппины. Смотрите, там. Там было, блин, вообще вот точно такой же, по-моему, этот, White Beach, Dumalong Beach. Если кто был на Панглаве, то знают, про что я говорю. Вот на этих пляжах тоже местные жители приезжают почти каждые выходные, устраивают посиделки. Там есть беседки, вот как и здесь. Жарят мясо, пьют, веселятся, музыку слушают. Тут волейбол играет. Одним словом, нормально проводят время. Можно встретить, я говорю, европейцев с филиппинками. Сейчас прошелся пока по пляжу здесь. Мне уже несколько девчонок поулыбалось, уже помигало, уже посимафорило. Так что надо обязательно сейчас уже встретиться с одной девушкой, мадам, мне здесь. Ну и, соответственно, провести время, а потом дальше, дольше, куда-нибудь другое место.